Здравствуйте! В эфире программа «Республика» прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. До и после. Как жители столицы республики заботятся о своем здоровье в новых условиях? Наука и техника. Лауреатом премии правительства России стал руководитель Новочебоксарского научного центра. Школа нового поколения. В Козловском районе завершается строительство нового учебного заведения. Большая вода Чувашии не угрожает. Такое заключение сделали специалисты Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Паводковую обстановку в республике обсудили на совещании в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ледоход на реках республики опасений не вызывает. Уровень воды за последние дни начал снижаться и, по прогнозам, уже не поднимется до критических отметок. В паводковый период на контроле у специалистов Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и спасателей. Состояние гидротехнических сооружений и водопропускных труб. Все проверки ГТС на сегодня говорят, что они в состоянии пока держать ту воду, которая есть, и опасений нет. Обстановка сегодня спокойная. Все реки у нас освободились ото льда. И уровень воды, он ежедневно уменьшается и он намного ниже нормативных. Заторных участков нет. Населенных пунктов, которые могут попасть или быть отрезаны, тоже на сегодня нет. Работы спасателям добавляют рыбаки, которые, невзирая на предупреждение об опасности, выходили на тонкий лед. Счет несчастным случаям в республике уже открыт. На Суре в Парецком районе любитель подлёдной ловли скончался от переохлаждения до приезда МЧС. Один стоял на берегу, второй на лодке. У него заглох движок, решил запустить. В итоге перевернулся. Подолазы выехали в тот район. Но пока я не очень-то уверен, что можем мы всё же найти этого утонувшего 17 марта человека. 10 марта у нас было на Волге. Здесь, уже в районе Московской набережной, тоже рыбак провалился. Но, слава богу, это было дневное время. Успели спасти. Со злостными нарушителями правил временно исполняющий обязанности главы региона посоветовал не церемониться. Если не помогает профилактика, то рыбаков-экстремалов необходимо штрафовать. Как только мы с вами будем иметь несколько фактов привлечения к ответственности, и реально, когда люди почувствуют, что за это есть наказание в том числе, потому что вот эти вот уговоры, разговоры, к сожалению, они могут тянуться бесконечно. Давайте в том числе надо наказывать тех, кто не поддаётся на уговоры. Незаконные же мероприятия, несущие очень большие риски. Вот сами идут люди на такие мероприятия, а потом обвиняют уже конкретные службы. Такой риск в итоге оборачивается тем, что и дети остаются без отца, но и семья остается неполноценная. Тёплая зима и резкие перепады температуры отразились на качестве дорожного полотна. Жалобы на ямы в нём нашли уже постоянную прописку в социальных сетях. Я бы хотел тоже к этой теме вернуться там через недельку и очень внимательно посмотреть, как используются бюджетные деньги, которые направлены на содержание дорог. Руководителю регионального Минтранца Олег Николаев поручил подготовить предложение по повышению эффективности ямочного ремонта. Надо делать упор на самые качественные технологии. Средства из бюджета необходимо расходовать рационально, отметил в Рио главы Чувашии. Дмитрий Ковалёв, Андрей Шоклев и Юрий Марков. По данным синоптиков, ночь с понедельника на вторник в Чувашии выпала 3 см снега. В столице работали 55 снегоочистительных машин. На обработку улицы они потратили 780 тонн противогололёдных материалов. Тем не менее, резкая смена погодных условий не прошла без происшествий. Многие автомобилисты уже успели сменить резину на летнюю. Это привело к авариям. Так, сегодня утром ДТП произошло на улице Гагарина. Автомобиль Гранта, уходя от одного столкновения, выехала на встречку и встретилась лицом к лицу с Датсуном. В результате аварии травму получила пассажирка Гранты. Правда, зима в столицу вернулась ненадолго. В ближайшие сутки начнётся потепление. Уже в предстоящий четверг ожидается 6 градусов тепла. Из-за возможных рисков в связи с пандемией меняется и жизнь жителей Чувашии. Отменились культурные и спортивные мероприятия. Началось дистанционное обучение студентов. Некоторые предприятия перешли на работу онлайн. Наша съёмочная группа спросила у жителей столицы, насколько бережнее стали они относиться к своему здоровью. Иммунитет повышаем, а так никак. А каким образом вы получаете иммунитет? Закаливание, здоровый образ жизни, правильное питание. Стараюсь меньше контактировать. Дезинфекция полная, и рук, и как бы не бываем в людных местах. У меня вот пожилые родители, они сидят дома, не выходят. Я просто считаю, что люди лишний раз паникуют, а нужно как-то поспокойнее к этому относиться. Вот сейчас только что было в больнице, руки спиртом намазали, температуру измерили, сказали, что нормально. Мы не приехали все дома, поэтому лучше всего купить иммунитет. Редко выхожу на улицу, и всё. То есть карантин соблюдаете? Да, конечно. А родственники ваши соблюдают? Соблюдают, все соблюдают. Пожилые мы, все соблюдают. Мою почаще руки, я их так чаще мою. Всё. Хожу на работу пешком, в общественном транспорте не езжу. Мне кажется, молодежь попроще к этому относится. Я пока не защищаюсь. Да, родственники, быть может, вас предпринимают какие-то меры? Моют руки, и всё пока, и меньше на улицу ходят. Врачи городского клинического центра в Чебоксарах присоединились к акции «Оставайся дома». Это призыв максимально ограничить контакты и выходы в общественные места, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Тем самым не увеличивать нагрузку на медперсонал, которому сейчас и так нелегко. На сегодняшний день под медицинским наблюдением в Чувашии 270 человек. Подтвержден один случай коронавирусной инфекции. Со 2 апреля начинается выплата очередных пенсий. В связи с ситуацией сотрудники почты предлагают людям получать их на дому. В почтовых отделениях в республике и у почтальонов пенсии получают около 100 тысяч человек. 30 тысяч из них проживают в Чебоксарах и Новочебоксарске. Чтобы снизить риски, Почта России предлагает пожилым людям все социальные выплаты доставлять на дом. Заявить о своем желании обслуживаться, не выходя из дома, пенсионеры могут по номеру горячей линии Управления Федеральной почтовой службы Чувашии 63-62-12. Звонки принимаются круглосуточно вместе с пенсией. Ветераны могут оплатить и другие услуги – коммунальные платежи, связь, налоги. Сотрудники почты готовы доставить на дом нужные печатные издания при необходимости товара народного потребления. Услуги бесплатные. Сменить профессию и стать дизайнером, парикмахером или бухгалтером предлагает столичный центр занятости населения тем, кому за 50. Для них заработала специальная программа обучения. В программе 27 направлений. Курс обучения в среднем занимает 3 месяца. Учиться можно очно, заочно и дистанционно. Вариантов попасть на переподготовку несколько. Через работодателя, центр занятости населения или само образовательное учреждение. Получить новую профессию могут те, кому до пенсии осталось не больше 5 лет. При этом не имеет значения, работает в данный момент человек или нет. Долгое время я работала специалистом по реабилитации инвалидов одной организации – медико-социальной экспертизы. Сейчас, спустя более 20 лет, решила поменять сферу деятельности, освоить новую профессию специалиста по охране труда. Потому что сейчас, в нынешнее время, это очень актуальная профессия, очень нужна и, я считаю, очень важна и необходима в нашей такой водоворотной стране и такой водоворотной жизни. Во время обучения выплачивается стипендия – 12 тысяч рублей в месяц. Программа, помогающая переобучиться людям старше 50 лет, будет работать до 2024 года. На реализацию проекта выделено более 180 миллионов рублей. У школьников республики сейчас каникулы. Продлятся они неделю. А вот как дальше будет проходить учебный процесс, рассказала первый заместитель Министерства образования и молодежной политики Чувашии Алифтина Федорова. Каникулы у нас проходят в штатном режиме, по тем графикам, которые были приняты образовательных организаций. Такая же картина, можно сказать, почти на всей территории Российской Федерации. У нас начинается учебный процесс, но в иной форме. Дети, находясь дома, получают от учителей задания. Эти задания они получают через электронные журналы или другие формы. И, соответственно, их выполняя, направляют обратно образовательную организацию своим учителям. Родители, чьи дети обучаются в начальных классах, по своему усмотрению, могут детей отправить в школы. Учителя будут их принимать, с ними проводить уроки. Школа новых возможностей. В селе Байгулова Козловского района завершается строительство нового учебного заведения. Здесь хватит места не только ученикам, но и ребятам дошкольного возраста. Работа кипит и снаружи, и внутри. Выравнивают стены, укладывают гидроизоляционные покрытия, штукатурят и красят. Новую школу в селе ждут давно. Новую школу на 165 мест для школьников и на 40 мест для школьников начали строительство 3 июля 2019 года. Срок завершения объекта 15 августа 2020 года. На данный момент у нас выполнено на 83% общественная работа по данной школе. И по благоустройству возраста территории у нас пока выполнено на 30%. Стадион, спортивный зал, учебные помещения все-таки дадут большую возможность для развития сельских детей по всем направлениям, которые необходимы и требуют наша современная жизнь. Для 40 самых юных байгуловцев готовят просторные светлые группы. А какой из окон вид? После благоустройства территории здесь разместится стадион для подготовки настоящих чемпионов. А вот для школьников предназначены небольшие классы. В них смогут обучаться не более 15 человек. Для сельской школы это лучшее решение. Для ребят с ограниченными возможностями в большом двухэтажном здании предусмотрен лифт. Помимо основных дисциплин здесь будут обучать азам кулинарного и швейного мастерства. Для этого предусмотрены специальные кабинеты труда. Мы будем переучивать своих педагогов, своих работников. Но, конечно, и дополнительные места, конечно, будут. И поэтому будем всегда рады видеть, которые у нас по специальности необходимы. Беготня по коридору на переменах тоже уходит в прошлое. Для разгрузки будут обустроены специальные комнаты для отдыха и игр. Просторные актовые и спортивные залы вместимостью до 100 человек. Прекрасная возможность проводить концерты, спортивные состязания и даже приглашать родителей. В этом году моя дочь готовится в первый класс. В стенах новой школы мы хотели бы наши таланты развивать, поддерживать. Экскурсия по будущей школе заканчивается в просторной столовой. Она тоже будет соответствовать всем современным стандартам. Процесс приготовления пищи станет максимально автоматизированным. С открытием новой школы появятся и новые возможности. Пройдет еще несколько месяцев, и летопись, известная в республике школы, продолжит писать в новых условиях. А вот качество образования педагоги обещают сохранить. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за прошлый год стали 14 научных коллективов страны. В их числе Александр Самоделкин, руководительного Чебоксарского научного центра биотехнологии. Торжественная церемония вручения награды состоится чуть позже. Наша съемочная группа встретилась с лауреатом. В составе научного коллектива 10 ученых из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Новочебоксарска. В течение многих лет специалисты детально разрабатывали технологии и методы защиты здоровья животных и животноводческой продукции. Всего в копилке 13 методик и систем лечения животных. Кроме того, в соответствии с программами импортозамещения создано 16 новых лекарственных препаратов. Мы начали разрабатывать технологии, которые были завязаны на отечественное сырье, на отечественных разработчиков. Ведь сегодня в недрах наших научно-исследовательских институтов очень много есть разработок, но не востребованных. Для внедрения разработок в производство в городе Сергии в Посад в 2012 году был построен современный завод «Агро-Ветзащита». Идея создания такого крупного предприятия принадлежала руководителю проекта Сергею Янгашеву. Завод сегодня – крупнейшее предприятие в своей отрасли. Производимые препараты поставляются в 114 стран. Многолетняя работа потребовала четкой систематизации. Александр Самоделкин выступил инициатором создания единой базы. Так появился научно-внедренческий центр «Биотехнология». Он работает в Новочебоксарске. Сегодня здесь аккумулируется вся информация в сфере биологической безопасности. Создана единая база отечественных производителей биотехнологических препаратов. Здесь есть те специалисты, которые могут оценить качество препарата, сделать его анализ, систематизировать все, что сегодня в стране наработано с точки зрения производства новых препаратов, методик, систем. Премия такого уровня – это государственный знак качества. Современные ветеринарные технологии, методы защиты животноводческой продукции изучают в вузах и колледжах страны. Но главное – все они нашли практическое применение. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Чего ждет боец на поле боя? Письма из дома. В годы Великой Отечественной военно-полевая почта ежедневно сортировала сотни писем и отправляла их по фронтовым адресам. Мария Александровна Назарова – одна из тех, кто, рискуя собственной жизнью, приносила бойцам весточки от родных и любимых. К ним идет письмо без марки. Сквозь огонь и град свинца. И дороже, чем подарки – строчки писем для бойца. В годы Великой Отечественной Мария Александровна Назарова была одним из тех людей, кто связывал фронт и тыл. Война разлучила ее с семьей, и 15-летняя девушка попала в действующую армию. Ее определили в военно-полевую почту. Так она и прошла всю Европу, следуя за своим артиллерийским полком. Поедешь, повезешь почту и обстрел. Попадаешь под обстрел – страшно. Бывало так, что уходили, с машины выходишь, а машину разобьет. И такое было. Так что все было. Когда закончилась война, 3-й артиллерийский полк находился недалеко от Берлина. Мария Александровна – одна из тех победителей, чья подпись есть на поверженном Рейхстаге. И специально возили нас, чтобы посмотрели Берлин. Ну, сильно мы там не ходили. Подвезли к Рейхстагу. Там он весь разбитый, кирпичи валяются кругом. И все, кто не одним и приезжали. Там многое приезжали, расписывались. И я расписалась. О войне Мария Александровна говорит не очень охотно. Слишком горький след оставили в душе те суровые годы. Так что война – страшное дело. Не дай бог. Раненых таких видела, что мне сейчас страшно. Страшно подумать. С 2011 года Мария Александровна живет в Чувашии вместе со своей дочерью и зятем. Она очень любит заниматься рукоделием, шьет, управляется с домашним хозяйством. Мария Александровна предпочитает быть в курсе всех событий в стране. Говорит, что сказывается фронтовая привычка. Как и в далекие военные годы, информацию она предпочитает получать из газет. Читаю все до единой статьи. Нигде ничего не пропущу. К большому сожалению, во время переезда почти все многочисленные награды Марии Александровны были утеряны. Но она не унывает и говорит, что главная награда для нее – мирное небо над головой. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика. Театры Чувашии запускают онлайн-трансляции спектаклей. Это связано с тем, что представления и гастроли отменены или перенесены из-за профилактики распространения коронавируса. Информация об удаленном режиме работы театров размещена в их социальных сетях. Так, 25 марта Русский драматический театр в онлайн-режиме покажет спектакль «Пять вечеров». Трансляция будет идти на официальном сайте театра. Таковы главные новости к этому часу. Увидимся завтра в эфире Национального телевидения Чувашия. Субтитры подогнал «Симон»!